Те поклонники SpaceX, которые следили за запуском некоторое время, привыкли видеть невероятные снимки с камеры, как этот. Эти подробные снимки обеспечивают великолепное зрелище во время запуска, этапа отделения и всегда захватывающей посадки. Но как мы можем получить эти удивительные снимки? В этом видео мы собираемся погрузиться и взглянуть на то, что именно делает такой снимок трудным. Мы также поговорим об используемом оборудовании и о том, как оно использовалось в прошлом. Скажем, у вас есть камера, и вы пытаетесь снимать ракету, которая находится на расстоянии 60 километров и движется со скоростью в два раза быстрее пули. Во-первых, стандартный объектив будет иметь максимальное фокусное расстояние только около 1000 миллиметров. Чтобы захватить ракету высотой 70 метров, которая находится на расстоянии 60 километров, и чтобы заполнить весь кадр, вам понадобится объектив с фокусным расстоянием по крайней мере в 10 раз больше. Во-вторых, чтобы получить плавные трекинговые снимки, такие как этот, камера должна перемещаться вверх в идеальной синхронизации с ракетой. Это легче сказать, чем сделать, потому что малейшее движение камеры приводит к огромному движению на другом конце, где находится ракета. Вот как это будет выглядеть, если вы попытаетесь отследить ракету вручную, используя стандартный штатив. Теперь предположим, что у вас нет объектива с фокусным расстоянием 10 тысяч миллиметров. Вот как это будет выглядеть. Для хорошего снимка нам нужно что-то гораздо более точное и чёткое, чем просто штатив и длинный объектив. SpaceX использует три основных стартовых комплекса. Стартовый комплекс 39A на космодроме Кеннеди, комплекс 40 на мысе Канаверал и комплекс 4E на военно-воздушной базе Ваденберг в Калифорнии. Все эти пусковые установки восходят к ранним космическим дням 60-70-х годов. Каждая стартовая площадка окружена несколькими дальнобойными камерами, которые немного похожи на это. Это установка слежения Кенито, которые были впервые разработаны для использования в военных целях для отслеживания самолётов и ракет. И ещё во времена Аполлона такими установками управлял бы опытный оператор, чтобы отслеживать ракету Сатурн-5, когда она врезалась в небо. В то время умение оператора отвечало за то, чтобы массив камер был направлен в правильном направлении. Сегодня многие функции отслеживания автоматизированы и полуавтоматизированы. Эти установки Кенито могут легко управляться дистанционно оператором в Центре управления полётом. Ракетные компании могут позволить себе взять практически любую камеру, которую вы можете себе только представить, и самый дорогой штатив в мире. Они используют эти камеры слежения, чтобы обеспечить широкое освещение своих запусков. Но эти дорогие камеры также используются и для анализа своих ракет, когда они проходят через самые сложные этапы своих миссий. НАСА использует сочетание цифровых и плёночных камер на этих установках. Камеры слежения на малых расстояниях используют высокоскоростные частоты кадров и выдержки затвора, которые полезны ракетным компаниям для детального анализа своих ракет во время запуска. Они также используют тепловизионные камеры для измерения тепла космического аппарата, когда он сгорает в атмосфере при возвращении. Подобные камеры сыграли важную роль в расследовании катастроф. Они показали, что падающий обломок пробил дыру в челноке Колумбия, что при возвращении на Землю привело его к разрушению и гибели всего экипажа. НАСА проверило отснятый материал и ввело новые процедуры, чтобы гарантировать, что шаттл будет безопасно возвращаться в атмосферу Земли. По данным НАСА, у них даже есть несколько плёночных камер, размещенных вокруг их стартовых площадок, загруженных сотнями метров плёнки каждой. Конечно, у них есть и новейшая технология камер, способная транслировать 4К-видео в прямом эфире по всему миру. Поэтому мы можем видеть эти удивительно чёткие кадры, когда они происходят. Мы действительно прошли долгий путь. Итак, вот он, метод, лежащий в основе съёмок и трансляции запуска ракет. И он сложен технически и затратен финансово. Поскольку технологии систем слежения и камер продолжают совершенствоваться, мы можем ожидать более удивительных снимков, подобных этому. Если у вас есть какие-либо вопросы, смело оставляйте их в комментариях под этим видео и убедитесь, что вы подписаны на наш канал, чтобы вы могли присоединиться к обсуждению, когда мы узнаем о космосе ещё больше. Благодарим за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»